МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступит заместитель главы местной администрации Лира Негомаевна Цуварева. Доброе утро, уважаемые телезрители! Администрация города и района разработан прогноз социально-экономического развития на 1994 год, который был рассмотрен и утвержден на сессии городского совета. Сегодня я хочу ознакомить вас с основными моментами этого прогноза. Прогноз разработан в русле экономических условий и особенностей развития, а также формирования бюджета и сводного финансового баланса нашей республики. Количественные оценки на будущий год осуществлены на основе намерений предприятий и организаций. Основные проблемы, с которыми столкнется материальное производство, а это проблемы общеэкономического и финансового характера, вызванные экономической реформой. Они оказывают негативное воздействие практически на все стороны экономики. Состояние предпосылки развития отраслей материального производства нашего района в 1994 году и имеющиеся в них проблемы следующие. Определяющим в развитии промышленности в 1994 году должно стать существенное замедление спада производства. В целом по району будет произведено промышленные продукции на 55 миллиардов 345 миллионов рублей. Значительное увеличение объема производства предусматривают такими предприятиями, как маслосыркомбинат, элеватор, завод строительных материалов. По отдельным видам намечается плановое снижение объемов производства. Это прежде всего добыча нефти в НГДУ «Краснохолмснефть», связанная с ходом предприятия в позднюю стадию разработки месторождения и истощениям недр. Промышленности получат развитие новой экономической структуры. В плане акционирования на 1994 год НГДУ «Краснохолмснефть» УТТ, завод строительных материалов и автотранспортные предприятия. Также предусматривается приватизация государственной собственности на ремонтно-техническом предприятии, на маслосыркомбинате «Агропром» в СНАБе. Ведется подготовительная работа по переводу МПМК в муниципальную собственность. В агропромышленном комплексе, учитывая, что правительством Республики сельское хозяйство определено в качестве приоритетного направления развития экономики, прогноз на 1994 год сформирован с учетом результатов работы в 1993 году, а также мероприятий по закладке будущего урожая и общего ужесточения финансовых условий. Предусматривается увеличение производства продукции как растеневодства, так и животноводства. Государственные ресурсы в счет обязательных поставок предусмотрено продать зерна 25 тысяч тонн, молока 18 тысяч 200 тонн, мясо 3500 тонн, 30 тонн шерсти в чистом волокне. Это обеспечит потребность населения в основных видах продуктов питания, а перерабатывающие предприятия сырьем, колхозы и совхозы, зернофуражи не ниже уровня последних лет. Для достижения приведенных показателей производства и закупок продукции сельского хозяйства необходимо сельским товаропроизводителям обеспечить сохранность и рост поголовья скота, повысить его продуктивность. Экономическая политика правительства республики направлена на обеспечение рентабельности агропромышленного комплекса. Разработаны основные моменты финансовой поддержки АПК за счет бюджета республики. Дальнейшее развитие в районе получит курс на укрепление многоукладного сельского хозяйства. Прогнозируется рост количества фермерских хозяйств для укрепления материально-технической базы и администрации района будет оказана разносторонняя поддержка. Большим подспорьем в обеспечении населения продуктами питания являются подсобные хозяйства промышленных предприятий, личные переустановленные участки и коллективные сады. Руководством ГДУ «Краснохолмскнефть», «Элеваторы», «Локомотивного депо», «Загадпромторга» уделяется определенной вниманию развитию подсобных хозяйств. Социальная политика администрации была направлена на поддержание достойного уровня жизни работающих, адресную социальную защиту малообеспеченных слоев населения. В прогнозе предусмотрено, что и в 1994 году будет сохранена приоритетность решения социальных вопросов. Численность населения увеличится незначительно, прирост происходит за счет миграции. В 1994 году ожидается сокращение численности работающих в народном хозяйстве. На государственных предприятиях и организациях и колхозно-коперативном секторе возможно уменьшение численности работающих. Одной из неотложенных проблем в 1994 году деятельности администрации будет рост числа безработных в городе и районе. В течение 1993 года в городском бюро занятости населения было зарегистрировано 295 человек, ищущих работу. Из этого количества 72 человека признаны безработными и получают пособие по безработице. Проблему безработицы в районе можно решить только путем создания дополнительных рабочих мест и образования новых экономических структур. В 1994 году планируется трудоустроить до 45 человек с пуском первую очередь тепличного комбината, доукомплектовать кадрами принятый в эксплуатацию мясокомбинат. Откроется швейный цех по пошиву детской одежды, цех по производству строительных блоков. Будет созданы дополнительные рабочие места с завершением строительства дома для престарелых. Начнет работать в пекарне при элеваторе. Для оказания социальной помощи нетрудоспособным, малоимущим слоям населения предусматривается выделить из бюджета 137 миллионов рублей. В дополнение к установленным федеральным и республиканским законодательствам мерам по социальной защите отдельных малообеспеченных категорий граждан предусматривается за счет местного бюджета неработающим пенсионерам с 80-летнего возраста, неработающим матерям, награжденным орденом мать-героиня, стопроцентная льгота на коммунальные услуги и лекарственное обеспечение по врачебным рецептам. Такие же льготы в размере 50% будут установлены неработающим пенсионерам в возрасте до 80 лет, участникам Великой Отечественной войны, участникам Трудового фронта, награжденным правительственными наградами, неработающим инвалидам 1-2 группы всех категорий и инвалидам с детства. Эффективная социальная защита населения во многом зависит от деятельности торговых организаций и структур, производящих товары народного потребления. Объем розничного товарооборота составит 15 миллиардов рублей. В дальнейшем ожидается увеличение удельного веса товарооборота, полученного в частном секторе. Также прогнозируется увеличение производства товаров народного потребления. Возрастет выработка хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и колбасных изделий, цельномолочной продукции, масла животного и муки. Выпуск других продуктов в основном сохранится на достигнутом уровне. Есть все предпосылки к тому, чтобы в 1994 году не допускать перебоев в обеспечении населения основными видами продовольственных товаров. Сохраняются дотации на молоко, хлеб и детское питание. На возмещение разницы в ценах в бюджете района предусмотрено выделить 1 миллиард рублей. Предусматривается также увеличение производства непродовольственных товаров народного потребления. Платные услуги, оказываемые населению района, предприятиям бытового обслуживания, возрастут на 25%. Предметом особой заботы администрации города стали такие социально значимые виды услуг, как услуги прачечных, химчистки, бань, отдельные виды ремонтных работ и также ритуальные услуги. Для покрытия убытков в этой сфере бюджета предусмотрено выделение 46 миллионов рублей. Прогноз капитальных вложений на 1994 год определен с учетом складывающихся условий в материальном производстве, ожидаемого уровня инфляционных процессов и возможностей бюджета. Общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования прогнозируется в размере 31 миллиона рублей. Капитальные вложения будут осуществляться за счет собственных ресурсов предприятий, в том числе на основе переоценки основных фондов. Из республиканского бюджета для агропромышленного комплекса будет выделено средства для дальнейшего введения строительства объектов соцкульт-быта, газификации населенных пунктов, водоэлектроснабжения, телефонизации и для строительства внутрихозяйственных дорог. В 1993 году индивидуальным застройщикам было выделено из бюджета для компенсации удорожания строительных материалов и работ безвозмездная помощь в сумме 35 миллионов рублей. И в этом году предусматриваются инвестиции, направленные на расширение индивидуального жилищного строительства в городе и в районе. Таким образом, в пределах выделенных источников финансирования прогноз экономического и социального развития района на 1994 год включены все переходящие объекты социально-культурного и жилищно-бытового строительства. Из-за недостаточности финансовых ресурсов программы нового строительства включены только самые жизненно важные объекты. Концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства в нашем районе требует усиления внимания к вопросам экологии. Меры в этом вопросе, хотя и ужесточаются, однако переворота в отношении природы еще не достигнута. И это по вине как хозяйственников, так и по вине самого населения. Примеров нарушений в землепользовании, лесопользовании и особенно в охране водных ресурсов, животного мира, рыбных запасов немало. Для предотвращения случаев засоления, загрязнения поверхностных и подземных вод, земли, атмосферного воздуха, гибели растительности в каждом предприятии, хозяйстве, разработаны мероприятия по охране природы, рационального его использования и восполнению ее ресурсов. В 1994 году на проведение этих мероприятий предусматривается за счет средств промышленных предприятий и бюджета района и также местного экологического фонда направить более 2 миллиардов рублей. Уважаемые телезрители, в прогнозе экономического и социального развития нашего района заложены основные мероприятия, направленные на развитие экономики и усиление социальной защиты населения. Они идут в русле республиканских экономических программ и ограничены законом о государственной бюджетной системе республики на 1994 год. Вместе с тем мы должны искать источники расширения финансовых возможностей для повышения производственно-хозяйственной деятельности, обновления основных фондов и модернизации оборудования. Это прежде всего будет зависеть от совместной работы администрации района и руководителей хозяйств, от расширения нашей деловой активности. Мы уверены, уважаемые телезрители, что вы хорошо понимаете и поддерживаете принимаемые местной администрацией меры, направленные на сохранение стабильности в экономическом и социальном развитии нашего района. И призываем вас к совместной работе. Одно из последних оперативных совещаний местной администрации посвящались вопросам обеспечения населения города и села хлебом и хлебобулочными изделиями. Выступили директора районного хлебокомбината и хлебозавода ОРС-НОТ-5. В частности, там были затронуты вопросы увеличения ассортимента продукции и качества. Сегодня мы находимся на хлебокомбинате рядом со мной инженер-технолог Эльмира Фагимовна Каримова. Эльмира Фагимовна, скажите, пожалуйста, что вы сделали в этом направлении, именно над увеличением ассортимента продукции? В последнее время производство хлеба резко упало и мы решили повысить качество хлеба. Хлеб начали формовать вручную. Мука приходит с плохими показателями кликовины. Вместо 30% кликовина у нас 25-26, а кислотность 4-4,5 градуса вместо 3. Поэтому хлеб часто крошится. Вот этот хлеб это ржаной хлеб. Как вы видите, разделывается вручную. Хлеб, который разделывается вручную не крошится. Товарный вид получается лучше. Для повышения качества хлеба мы также применяем улучшители бромат калия. Увеличиваем процесс брожения. И вот этот хлеб в каких магазинах мы можем купить? Этот хлеб можно купить в магазинах урожай, нефтяник. Сколько этой продукции в день вы выпекаете? По 200-300 килограмм в день. Так как эта работа очень трудоемкая, на механизированной линии мы выпекаем конечно много. На больших заводах хлеб формует и укладывает формы покрытой тканью. У нас же пока этого нету, но мы все-таки постараемся в дальнейшем, чтобы эта линия у нас была. Мы приглашаем вас попробовать наш хлеб. А сейчас мы находимся на хлебокомбинате Орс 05. Рядом со мной технолог комбината Галина Александровна Аухатова. Галина Александровна, что вы делаете над увеличением ассортимента вашей продукции? В настоящее время мы начали выпускать плиту сухарную и производство сухарей, сухари ореховые. Вот сейчас вы видите, вчера мы делали заготовку сухарной плиты для сухарей. Сегодня мы займемся резкой этих сухарей и завтра у нас в наш магазин поступит 160 килограмм сухарей свежевыпеченных. И в какие магазины? Ассортимент мы этот начали выпускать недавно и сухари вот эти наши пока пользуются спросом. В основном у нас получил центральный хлебный магазин в начале, потом мы давали по организациям немножко сыр завод получал и в магазин горячий хлеб торгуют нашими сухарями. А орехи где берете лекалином сахар? Мы орехи получили очень давно из Горького, только не могли им найти применение. А сейчас вот когда пришло новое время и пришлось нам разрабатывать новый ассортимент, мы нашли куда оформить эти сухари и выпекаем очень хорошие вкусные сухари ореховые. Но сырьем конечно у нас вот немножечко и приходится шевелиться. Вчера взяли на масло сыркомбинате для этих сухарей под сырное масло, которое стоит не очень дешево 3 700, и поэтому сухари сегодня у нас в последний день будут по старой цене по 1 килограмм 1100 рублей. Но вот следующую плиту будем печь у нас уже себестоимость этих сухарей увеличится из-за того, что мы получили подороже масла. Сегодня резкой сухарей занимается бригадир Любовь Степана Шелькова. Работает она у нас на хлебозаводе 22 года. Свою работу выполняет отлично. Все операции, которые здесь производятся схватывают моментально и осваивают очень быстро. Вначале мы резку сухарей производили руками, но очень трудоемкая работа. 160 килограмм сухарей мы резали 5 часов. 4 человека работали, 5 часов резали. Потом приобрели мы вот эту хлеборезку в ПМС-215. И затраты значит нарезку у нас уменьшились. Сейчас мы перерабатываем эти сухари за 3 часа. Вы знаете, с качеством муки мы нынче немножечко мучаемся с самого начала вот этого года. Новый сезон нас не радует мукой. Мука у нас не очень с хорошими хлебопекарными достоинствами, но мы подрабатываем технологию на нашем производстве. Что вы делаете? Стараемся всяко мы. Вот в настоящее время, чтобы обеспечить наш народ хорошим хлебом, мы с этой муки выпекаем хлеб ручной выработки. Вот в настоящее время я вам покажу хлеб ручной выработки. Вот хлеб ручной выработки из муки первого сорта. Мы считаем, что такой хлеб с этой муки выработали выработали и думаем, что жалоб на него у нас не будет. Но такой хлеб всегда выпекать мы не можем ручной, потому что не сможем обеспечить население нашим хлебом. Вот на сегодняшний день я оставила половину выработки ручного хлеба и половину машинного. Машинной выработки я вам тоже могу показать хлеб. Вот пожалуйста вам выработка хлеба. Хлеб машиной работы и хлеб ручной обработки разница большая. Вот этот хлеб замешан машиной. Тесто замешан на машине стандарт, но положено руками. Это точно такое же тесто, но закладка хлебную форму машиной. 23 февраля в городе и в селах района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. На предприятиях организации города в колхозах совхозах района прошли собрания исчезнования ветеранов и военнослужащих, концерты, возложения венков к памятнику боевой и трудовой славы. В чем я что-то такое? Во всяком случае, я об этом не думаю. Понимаете, что это то, в чем я себя хорошо чувствую, когда я вижу женщин, которые спутят. А вечером в Доме техники нефтяников состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате. С докладом перед собравшимся выступил военный комиссар Янаульского района подполковник Анас Габдулович Лукманов. Затем состоялся большой праздничный концерт. Это касается возможно даже ежедневно вообще уже некоторых ... ... ... Бой, солдат, мой, рабу, солдатский слой, Бой, солдат, бой, о службе воевой, помни, дух солдата, охраняй и спято, край советский, край родной. Помни, дух солдата, охраняй, и спято, край советский, край родной. Пой, солдат, бой, дорога нелегка, поездка, поездка от полу, и дорога далека, но ты до присягу, как назад ни шагу, твердой, твердой будет пусть рука, но ты до присягу, как назад ни шагу, твердой будет пусть рука. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok